возьмем зарядку серьезно бери бери лично не будет мы еще пеноплекс хотели взять ну все здравствуйте друзья привет с вами видео было две хаски загрузили весь гараж прицеп загрузили все да потому что мы едем на неделю налет налет до едем на лед долго к этому шли шли мыслями шли где-то года два что нам надо поехать на неделю на лед алис выехать но не было времени не было возможности и тут наконец такая возможность появилась возле мы взяли отпуск специальный пуск до этого дела поэтому прицеп заряжен не вас заряжен присаживайтесь поудобней ждет вас несколько прекрасных серий рыбалки я думаю будет очень интересно сейчас все как обычно по порядочку вам рассказывать о нас нас ждет настоящее приключение неделя на льду так что ребят поехали погнали хоп садимся чтобы вы понимали сегодня мы встретились с максимом в восемь в девять утра не торопитесь не торопитесь до 9 9 до сегодня немного все пошло не так время у нас уже третий час вот мы долго грузились потом еще позвонили совета попросили срочно отправить палатку мы решили человека не обламывать клиент всегда прав поэтому я пока макс грузился поехал отправил транспортной компании палатку ну и что-то туда-сюда там грузились и уже понимаем что время уже много обед уже сейчас ехать до яуза еще там по магазинам рыболовный ну приедем в ночь как бы искать место в ночь проблематичный поэтому мы позвонили саше сашеву наверно все знаете мы у него параса ночевали у него есть домики есть база рыболовная прям на яузе попросились у него ночлега у нас с радостью примет вечером мы сейчас купим шашлычка подпись жены вообще резидент пообщаемся знаем все последние новости с яуза они интересные кстати по отчетам посидим пообщаемся и завтра уже самого утра мы рванем налет ставить в лагерь да сейчас едем получается в магазин к серёге на минку заскочим ну все покажем все гоним поверните на право до конца маршрута 50 метров могут быть на него и рассчитана это же посмотрим вы приехали на минку рыболов сейчас надо зайти есть строительный инструмент они подскажете у вас есть веники для бани отлично классный кстати заезжает к нему в обед после обеда никого не сейчас тут надолго никого здорово привет серёга не тут 295 но зато длинные смотрите какие у нас вот такие до короткие но вот это вообще пушка а а вот они вот ребят слушая нам подойдет по размеру посмотри тут есть большой маленький а у нас маленький а вот это подойдет сейчас сделали для китайского 103 оба слушай смотри с кориандриком возьму мне кажется вообще пушка и вот универсальный а как его хранить смотри вот ну вот так в газете не надо увлажнять его еще не надо все хоть на неделю получать вот он неделю так пробежит ну недели не знаю воскресенье для воскресенье недельник ну должно но все равно там отход будет работой увлажнить все таки влажный не а вот этих ты тоже важны это ничего не будет ничего не этого ничего не будет но этот ладно мы его переложим я газету дам еще но я думал сейчас до горстича давай он охватится все ребят короче максу муки выбора с крючками в офисе и восьмерку маленький зачем на заглотишь ну что там классе маленький ключ ну вытешь аккуратно а вот кстати ребят где я купил vip саки часа вам покажу я вам покажу то все пишут чё зови был чё за вид там на судака сейчас зайдем вот так вот 70 ладно привет братан сразу на рыбу на вот эту клюю такие лапти как я ловлю такую да не донесем слушай вроде хоп блин классное классное ведро 770 живца под вы взяли а клюет на пискаре начинается чет не купил чудо не купил уже темнеет ребят я же говорю мы когда сюда заезжаем это все время на несколько часов ну ладно у нас такое начало сейчас до середы там магазин затариться едой и потом к саше уже на базу переночуем и завтра в путь пока полные руки рыбы прикормки взяли короче три килограмма чистого мотыля 500 грамм насадочного ну я 500 грамм насадочного взял чтобы я его очень много в кормушечку буду добавлять чтобы он там шевелил вот прикормки взяли килограмм 6 наверно живца 70 плотвы короче все нормально у нас сейчас туда все запихнем ведро бомба ребят я уже его на минрайс большой кант браконьерский какой-то потому что нынче можно поставить 5 жерлиц у нас на двоих 10 но мы с тем расчетом что будет клев какой-то день будет клев и ну если что отпустим рыбку как стал максим финишная прямая отъезжаем от рыбового также не забываем про промокод 2 хаски магазине в бутыне и в дорог скидочка будет от нас точнее магазина вот вас там не на всем 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 короче быть хорошо да приятно многие ребята пользуются всегда довольны и так у серёги цены очень демократичные и плюс еще скидка получается пушка так что все двигаемся дальше серёги привет как всегда и увидимся уже наверное на базе я думаю на какой-то цирк это таки да бери его ну что ребятушки мы приехали к александру такие вот саня привет еле дождался я думаю ребята пропали где мы долго долго сегодня ехали но доехали так так сейчас нас заселит в рыбацкий домик это же рыбацкий да получается комната рыбака комната самая авторитетная среди рыбаков она приносит удачу запомните кто-то заселился без рыбы не уезжает все нормально комната рыбака сейчас покажем покажем еще баньку там бань ты прям замерз да я смотрю ну блин ну похолодало ребята готовят здесь минус 17 ночью было минус 22 хорошо обещают потеплее да сегодня мы ночь тут проведем получается вот потом машину здесь поставим вот у ребят тут и доставка есть кстати и егерь тут есть тут точки сейчас подскажут даже вот но сейчас еще поболтаем я думаю сейчас да у нас сейчас вечерняя программа первый день отпуска пойдемте сейчас я вам покажу наш номер он прям недалеко все по простому ребят по рыбацкому вот такие номерочки номерок точнее на четырех человек да 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 тут смотрите получается плитка микроволновка холодосик печка умывальник есть стол ну кайф а тут несколько того мы тут уже были тут есть гостевой дом такой более цивильный так его более комфортно назовем там можно приехать с детьми с женами а есть прям очень большой дом где вообще можно большой компании человек там 10 сюда приехать и вообще весь этот комплекс снять я уже рассказывал есть видео я вам ссылку и составлю посмотрите нам сейчас надо за убрать живца потому что на улице минус 20 я боюсь он замерзнет ссылку на сами как всегда оставлю мы тут частые гости так что все увидеть ой мертвый есть ну там одна вроде ну пойдем мотыль 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 тоже забираем ребята тут и палатки знаете арендуют можно прям приехать зимнюю палатку не взять вот короче рыбку ловят ну места тут хорошие слушай мотыля наверно тоже туда лучше положить я не знаю мотыля лучше на туда живой нормально только давай сначала холодную красный море такой же как у меня вроде да может слить не вытащится вылить ведро и заново залить ну стой давай сейчас я хочу ведро вытащить воду слить и поставить нормально сделать нафига в 2 воду подмерз не вы нифига нормально сливай теплая а так сейчас давай нальем полную еще вещи давай да все реанимируем живчика это кстати байка если приехали пораньше саж говорит садили в баню у нас будет своя баня на льду ну ладно сегодня у нас прям такой денек но хорошо что на самом деле так получилось потому что если бы мы сегодня поехали на лед мы вы поехали уже вечером там часа в четыре толку бы не выбрали нормальное место мы любим найти вот закормить чтобы посмотреть где проклюнется что там да вот какая-то движуха была они просто в тупая сел и все потому что мало ли ну всякая нам аномалия бывает даже если . кипяток потому что херачит да да как ожила рыба я смотрю там просто вот так ну что там осталось картошки мы сварили жевца делали искусственное дыхание есть ну ловли на мертвую рыбку это февральская тема ребят ну что там есть а чё они смотрят там даже какие-то смотри даже что-то ожили немного там из семидесяти десяток может там есть один карась он выживет не на это 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 просто fail ну слушай ну может оклемается еще слушай да но вот эти точно нет которые вверху усмотреть перевернулась видал смотри есть еще шанс ребят на это жестко вот эти баню посмотрим давай в баню красиво красиво тут да ладно пойдем сейчас может она у них этот шок анафилактический смотри смотри наживаю на чистый сейчас ох а где жарить на на улице сейчас либо за здравие либо за упокой стоит мы выпьем пойдем жарить шашлык но до середы сколько минут 40 одни грязи нет в ящики в деревян сухой посол да такая пушка получил меньше заморочек ну там единственно соли надо купить хопа и 5 плотва и лещ а там чугу а там ну тоже плотва и лещ на просто здесь интересно 4 метра на 4 метра мне кажется вы можете поездить это мы сам попробуем не но вы же можете есть половить просто попробовать но вам черная коллега на место тоже по судаку он выходит да да у тебя палатка стоит ну вот моя надо переставлять это вообще ребят блога вот еще с этих ребят по стороне приехали под вечер ну а это вот на ауди да какого-то мы готовы да 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 вот там стоят тоже ребята брон компанийский да не жарить классный заново ну то мы еще завтра поделимся если что Я в шоке. Блин, мне тоже тебе сейчас немного жалко. Нет, надо ехать туда. У тебя не получается сейчас расслабиться. Надо ехать туда. Вообще. Ладно, давай. За здоровье, Патвы. Она бежала. Дай бог тебе здоровья. Спасибо за здоровье. Остальное все. Привожите. Я шел туда, думаю. Все? Просто загадываю. Все смотрят на тебя. Все, да, дорогие. Ну ты... Ну, Макс. Ну, да, да. Ух, свежо на улице, ребят. Так, ну что, мы в номерах. Так, 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 спальнички. Ну что, живца оживили. А ты снял? Ну, не, не снял, но я пришел, посмотрел. Посмотрел, да? Да, он там... Настроение! Вот такой. Хороший, да. В дестибальной шкале на 10. Надеюсь, когда эратор вытащит, он останется в таком же состоянии. Ну, вроде ожил, короче, реально. Да как, вроде ожил. Люди, посмотрели. А что это будет? Да, видела я, даже те, которые мертвые были, они встали и пошли. Все, мы, короче, спать ложимся. Покушали, время 12. Завтра у нас в 6 утра подъем. Все, посидели, потрясали, все нормально. Движуха тут у него тоже веселая, так что приезжайте. Ну, а мы спать. Все, всем спокойной ночи. Ох! У нас сегодня установка лагеря, а перед этим нужно найти место. Поэтому, что же, сам мы оставим пока здесь, до точки, ну, где-то, наверное, километров 5, может быть, меньше. Мы еще с местом окончательно не определились. У нас тут есть точка поближе, километра, наверное, 3. Вторая, километров, наверное, 5-6. Так что, чтобы живца этого не катать, бедного, и так у него там нервная система уже, вчера, да, пошатнулась. Мы его пока здесь оставим под аэратором. И когда уже определимся с местом, поставим лагерь, я сюда приеду и оставшуюся часть груза вместе с живцом и заберу. Вот это в пенсионных сапогах тепло, ехать. Зарядка. Зарядка. А это будет так, темнотой, или четырех так? Четы. Могут. Так, нам на помощь приехал Денис. Да, всем привет. Да. Сейчас, думали, будем делать три ходки, но я думаю, даже сейчас в две управимся. Ну, живца оставим все-таки. Вот, сейчас посмотрим места, куда поедем. Как и сказали, да, есть несколько точек, Денис. Еще одну подсказал. Денис, все, Денис. У нас есть точка. Ну, вроде как бы есть, надо подумать, куда лучше. Вот, а там уже будем рыбу искать. Да, телефон Дэна оставлю в описании, вы можете зайти, позвонить. Также приехать на снегоходе, доставка Савина, там, точки, не точки, вся движуха тут есть, где разместиться тоже есть. И также на Саше телефон, это домик. Многие спрашивают, после наших видео часто народ приезжает, семьей отдыхает, тут разный, совершенно разный отдых. Кто-то рыбаками приезжает, кто-то с семьей, поэтому все ссылки будут на них в описании. Ребята, красавчики, им большое спасибо за помощь. Так, почти загрузились. Сейчас Макс там палатку достал. И все, и уже выезжаем. На улице свежо, про минус 30. И вот он с базучетой, базукой стоит тут. Опять ничего не делает, да? Да, я ничего не делаю. Только что перетаскал еще 20 пачек брикетов машетных в санне. Да, нет, мы сейчас можем... И ничего не делаю. Здесь у нас получается все дрова внизу и сверху нагрузились. Сани очень, наверное, тяжелые получились. А мы налегке. Мы прям вообще... Да, вот такие у Дениса сани огромные. Вместительные. Смотри, я сделал. Очень вместительные. Прикольно. Дэн, красавчик. Композитный материал. Композитный материал. И полозе снизу сделал. И вообще неубиваемые сани становятся. Причем и тут композитный лист, и тут композитный лист. И вообще пушка. Вот если будем, наверное, делать, то вот так и сделаем. Чтоб не увидеть. Здесь вот так же сделал ветровик, чтобы снег не летел уже. А, да, тема нормальная, да? Смотри, закрыл. Уже комфорт. И она не летит, да? Нет, уже не летит. О, прикольная тема. Мы с людей, да, перевозить. А у нас в собачке все как обычно. Ну, всякие мелочи накидали в наши саники сидели там. Вот, все мелочь. Ну и сюда, в принципе, тоже все мелочь. Там еда, ящик пухонная, там какая-то утро, спальники. Время 9 утра у нас. Поедем, а потом. Да. Поехали, поехали. Давай, хватает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Денис, спасибо тебе огромное Еще раз Приехал, да, вот снова Укатал тут такую площадку Потому что подо льдом Под снегом, под снегом вода И все это прет Сейчас укатали Вода поднимется И будет у нас асфальтированная площадка Автобан, так сказать Автобан, да По месту Ну, вещей Немного Совсем чуть-чуть Да, немножко Взяли вещей По месту ты хотел рассказать? Да уже потом расскажу По месту потом узнаете Все, сейчас что-то будем делать Мы же ничего не делали Весь два дня эти Два дня, да Два дня ничего не делали Наконец-то мы в рыбалке На самом деле непривычно Летом приезжаешь там на зимнюю Ой, ну, летом на зимнюю рыбалку До свидания Летом приезжаешь на неделю Ну и как-то все привычно А зимой на неделю приехал Что ты думаешь? Как-то Немного не в своей тарелке Потому что что-то время столько много Уже второй день Подрасслабились Подрасслабились, да Ну, хотя и не расслаблялись Потому что Ну, в делах каких-то постоянно Так что это для нас все Ну, для нас все это новое Первый опыт у нас Первый опыт, да Первый выезд Так, сейчас попьем чайку И будем ставить влаги Страшно? Да все отлично Кать Брикеты Сейчас первым делом поставим нашу новую палатку Это 3T Lite Вот эту красотку Это наша баня И по совместительству Гараж и хранение Это палатка по совместительству Сарай, баня И палатка для одного Да, да, если Кто-то за неделю с нами Обидится Идет в эту палатку Не, на самом деле Ну, часто есть желание В одного поехать Ну, либо Кто-то из нас там Один может поехать на рыбалку И с собой Космо тащить Ну, так себе вариант 3T Lite Там палатка 2х2 Она метр восемь, да, по-моему Да она вообще грустная И она легкая И полы такие же легкие У нее меньше утеплителя Но при этом Она чуть, да, потоньше Но она теплая Если какая-то там До минус 15 Наверное Ну, я думал Даже в минус 20 Да не, я думаю Смотри, если печка будет Ну, если печка Пофигу, да Если с теплообменником Возможно Холоднее будет А так, смотрите Вот эту руку Берешь ее Вот она вообще Ничего не висит Палатка просто бомба Она новая Да, Кайф Чистенькая Ого, сине-белая Ничего себе А ты думал Да я знал про это Вот так вот смотрите Забираются храбры При... Ну да Чтобы при транспортировке Не ломались Не пострадали Но, ребят Честно скажу Бывают косячки Редко, но бывает Но при этом Производитель Моментально реагирует За свой счет Выбирает Палатку обратно Ремонтирует Либо меняет на новую И так же за свой счет Отправляет То есть если вдруг Вам пришлось... Ну у нас таких не было случаев Чтоб меняли Там на новую Потому что... Ремонтировали, да? Ну... Это... Прошлогодние Прошлогодние палатки В этом году вообще все отлично Да? Но все равно Даже если вдруг что-то То... С сервисом все в огонь У этих палаток У нас были, да Гарантийные случаи Мы все решали Ну это были прошлогодние По моему палатки Да? Прошлогодние, да Да Метр восемьдесят Она поменьше Космо больше Гораздо Не, ну здесь ставишь Раскладушку Ну здесь для баньки Вообще будет топчик Для баньки Вот, смотри Мы поставим Ну вдвоем Даже можно сидеть Спокойно Ну, печка будет Не, даже если... А если ловить Смотри, здесь ставим Раскладушку Не, ну лучше И две лунки Вообще нормально Так светло, да Тут Так хорошо Так светло Так, место, ребят Место, которое ловим Это русло Русло реки Я вам сейчас такую Покажу Одну из карт Где-то в среднем Глубина везде 4-5 А в самом русле 7 Ну тут 7,5 Показано Но в среднем 7-6,5 метров Мы сели прямо в русло Можно париться уже, ребят Всем привет Всем привет Ха-ха-ха Обязательно Подпишись на канал Поставь лайк Напиши комментарий Это очень важно Какие мы красавцы Ну или не красавцы Да нет, да это очень круто Кстати Вот с Денисом общались Он говорит, вот ребята Неделю вот сидели на льду Сейчас приехали неделю Мы вообще в шоке думали Мы кому не говорили там Собираемся на неделю Все с такими глазами Вы что сумасшедшие А тут вон Каждый второй На неделю Гоняет Что тут Кулинарная рубрика Ой, кориандр Как пахнет Кориандр Ты посмотри Какая красота Это что-то новенькое Не, ну они умеют делать припормку Ну пахнет вкусно Я бы съел Так У нас будет сейчас лечь Килограмм Ну афер не буду добавлять Я думаю пока Не надо И одну универсальную Да он говорит Я только мотылен Чистым Чистым Что ты творишь Да нормально Ну так Для затравки Ну смотри Кориандр Не знаю Кориандр Я вижу Покрупнее Тракция Покрупнее Тракция Пачка Сухарей Слушай, ну наверное Ну вот такая смотри Слушай Нормальный цвет Прикормка Вот такая, ребята Прикормка Красота По цвету Как вам? Нормально? Поставь лайк Если вам нравится Теперь Надо добавить воды Воды И что Замешать пока А это не трогаем Потом Надо Сумку Ребят Не Ну Вот Такую Напополам Чтобы сюда Можно и мотыля положить И Прикормку Хрупненько Отдадим Хоп Хоп Вот такая вот красота получилась. Идем кормить. Сюда крупного немножко, чтобы он так шевелился и привлекал белую рыбу, особенно леща. Сейчас мы вот эту часть закормим сразу. Время уже обед, у рыбы тоже обед. Так что закормим. Поскольку кормушку-то будем делать. Ну я сейчас сделаю стартовый закорм. По две. Я здесь сделаю сейчас четыре кормушки. Да я в центральный наверно, да? А вон там еще у меня есть лунки. Туда по половинке, знаешь, по чуть-чуть, чтобы такой лещик. О, о, а тут... О, вот они его! А мы вас искали. А может его надо оттуда приманивать? Откуда? С той стороны. Не, я думаю, он отсюда заходит. Ну все, сейчас кормим. Я еще сейчас вот эти вот там у меня в флаге тоже есть. В русле еще закормлю. Пробегусь там, может, вечерком, когда сейчас лагерь поставим, посмотрим. Будет какая активность. Надо сделать прорубь, так как живца очень много и менять воду ему не очень комфортно, мы сейчас будем делать маленькую прорубь, чтобы нам и попариться, и живца сохранить. Вот отметил, сейчас Юрец по углам сделает лунки. Даже не по углам, наверное, здесь лунок надо побольше. Так, процесс идет потихоньку, еще сделали буром дополнительное отверстие. вот такое занятие. Не кардио. Страшно. Страшно. Что, пошла? 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 Такая прорубь у нас получилась. Вот этот монолит, конечно, очень тяжело пилился сверху, замерзший снег и он, конечно, как по маслу, а вот этот монолит, это, конечно, это классно. Такой мощный. Смотри, течение, да? Да нет, это просто он болтается. А, болтается. Короче, опустили. Там он у нас живец, теперь кайкует. Крышка сейчас открывается. И поплыл, да-да. Ну все, ребята, наконец-то сделали красоту. Проверю крышку. Да нет, он вообще, он еще класс, невесомый, ну, не тянет, потому что пластик плавучий. И все, пушка. Все, вообще красота. Все, живчик доволен. Мак доволен, я доволен. Присыпали, подопряжки положили и обезопасили себя, чтобы туда не наступить. Мы не пропали. Мы, наконец-то, в палатке. Сейчас тут работаем над установкой газового баллона композитного. Работаем. Тут движуха вообще просто, ребята. Ну, рыба была две поклевки, но мимо. Просто вообще жесть. Но не берет пока. Так, ребята, первый небольшой подлещик на мормышку клюну. Вот. Вот. Заел. Прикольно. Ну, пойдет, да? Зачетно. Начало положено. Я тут уже меняю удочки. Это какая-то другая, что ли? А тут соседняя. Сейчас отцепим. Так. Начал выматывать эту удочку. Поставить сюда коромысло. Не произошла поклевка на другую такую же арбалет электронный. Тут тоже такая мормышечка. Не знаю, можно оставить, конечно, было. Работчик, да? Ладно, оставим тогда. А здесь такая вот тульская мормышка стоит. Не готов его к покрывке. Получится? Прикольно, кстати. Я бы так съел. Слышь-то мясо. Слышь-то мясо. Слышь-то мясо. Слышь-то мясо. Уж воды много. Это нормально. Или это прямо такая? Суп. Хоп. Все. Слышь-то мясо. Слышь. О, с двух сторон. Ну, чистая вроде. ух ты какой кусочек ну и бульончик садим кружкой до одной да наверно хватит хотя можно еще наверно жидочки ау 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 ну что рыба ты это что не имеешь рыба не клюет она клювала чуть чуть нормально одного и все да не шевелит у нас как будто предположение что она тут на магистрале по автобану этому едет на пятерку и там на плата кормится ну да вроде уехал снежик слышал у нас постоянно такая тема первый раз такой в этом году первый раз ну так то было наконец то оп и 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